Меня зовут Николай Никульников, я директор агентства цифровой трансформации WebRover. И мой доклад сегодня посвящен тому, как продавать дороже, основан на реальных событиях, моем практическом опыте и опыте моих клиентов, у которых я стараюсь тоже учиться. И у каждого клиента фактически у меня всегда в активе несколько уроков. Иногда это, правда, уроки как не надо делать, но в основном это позитивные уроки. И сегодня я постараюсь рассказать полезные вещи для всех, хотя здесь присутствуют мои коллеги по веб-разработке, здесь есть коллеги по IT-бизнесу. Им, мне кажется, доклад будет максимально полезен, но я постарался многие вещи сделать универсальными. Соответственно, почему я об этом рассказываю? Потому что в контексте этого доклада все достижения, которые у нас есть, их за 20 лет скопилось немало. Наиболее яркое это то, что мы в топ-5 по Рунету, в рейтинге разработчиков интернет-магазинов, в верхнем ценовом сегменте. Много-много других всяческих есть плюшек у веб-ровер, но так было, конечно, не всегда. Немного истории, немного историй. Я постараюсь эти истории рассказать, чтобы они были максимально наглядными и универсальными. В принципе, разворот ценовой стратегии, как я сейчас понимаю, происходил в 3 этапа. И занял практически 5 лет в моем случае. Я не думаю, что в сложном услуговом бизнесе это можно сделать сильно быстрее, хотя объективно всегда можно докручивать и всегда можно ускоряться. Но вряд ли это история нескольких месяцев в случае сложного услугового бизнеса. Наверное, есть примеры бизнесов, где это все можно сделать более оптимально. И как раз наш опыт, может быть, наведет на полезные мысли. В 2005 году мы экономили деньги постоянного клиента. С этим клиентом мы работали, на самом деле, с 90-х годов. И отношения были очень классные. Я как бы не называю клиента, чтобы кого не обижать, не раскрывать никаких тайн. Но расскажу, что это была сфера недвижимости. А если кто помнит, что такое была сфера недвижимости в 2005 году? Это был клан Дайк. Настоящий клан Дайк. В сфере недвижимости зарабатывали огромные деньги. Это все было очень интересно. Был суперрастущий рынок. Мы сделали несколько порталов для этого клиента. И вот в очередной раз он попросил меня сделать проект с определенными задачами. Я, соответственно, оценив, что у нас наработан огромный потенциал, предложил ему сделать это вообще за 50 тысяч рублей. И на самом деле это оказалось стратегией вообще тупиковой, потому что в конечном итоге он заказал вместо 50 тысяч рублей за миллион. То есть детали в данном случае не сильно интересны, но меня на тот момент это повергло в шок. То есть человек, который торговался из-за 20 долларов в течение часа, мне очень запомнился один такой момент, когда мы целый час торговались, и в это время заглядывало несколько заместителей по вопросам, насколько я понимаю, миллионным. То есть какие-то сделки горели, какие-то документы нужно было подписать. Но он говорил, нет, подождите. И в итоге продавил меня на 20 долларов дешевле. Довольно как бы завершил сделку. А после этого, когда я срезал углы и, так скажем, предложил ему самое такое экономное решение, он выбрал не меня, а выбрал решение, которое в конечном итоге стало ему в 20 раз дороже. Соответственно, выводы, которые я вынес из этой истории, то, что на самом деле не стоит решать за клиента, что дорого, что дешево. При срезании углов объективно всегда страдает качество. И если мы ведем речь о повышении ценовой стратегии, то, безусловно, срезание углов не та история, которая нужна. Сроки. Надо вчера, это тоже классика. И на самом деле объективно вот этот клиент конкретный делал этот проект около трех лет за миллион рублей. Уже не со мной. Но, тем не менее, ему надо было вчера, но он три года в итоге еще подождал. И все, что стоит дешевле, это в глазах клиента всегда имеет меньшую ценность. И, так скажем, это очевидные вещи, но когда мы говорим абстрактно, то мы это понимаем. Когда мы проецируем это на свой бизнес, это происходит далеко не всегда. Если брать общий совет по этому моему кейсу, то, на самом деле, срезание углов – это не то, что нужно. И, соответственно… Так, так, так. В 2007 году у меня тут не совсем актуальная презентация, но я, на самом деле, помню то, о чем я хочу рассказать и расскажу по памяти. В 2007 году у нас произошел… Здесь я не подыгрываю Bitrix, хотя хочется, потому что они главные организаторы сегодняшнего действия. Мы как бы соорганизаторы. Мы перешли на Bitrix в 2007 году, и переход на Bitrix, он, на самом деле, очень сильно помог выстроить клиентскую стратегию. То есть, как это можно масштабировать на вас? Ну, я думаю, что… Вот как раз следующий слайд – это то, что сильным брендам доверяют больше. Синергия маркетинга. То, что мы проводим это мероприятие здесь, это как раз благодаря партнерству с Bitrix. И очень сильно у нас повысилась уровень взаимного доверия с клиентом, потому что если раньше мы работали на собственных платформах, это все было неотчуждаемо от разработчика. То есть, мы были взаимными рабами пожизненными наших клиентов, а клиенты как бы думали, что они привязаны очень сильно к нам, и мы, на самом деле, очень хитрые ловкачи. Когда платформа и некая универсальность появилась, естественно, это повлияло на уровень доверительности между заказчиком и клиентом. Соответственно, есть еще такой момент, связанный конкретно с Bitrix. То, что мы, по сути дела, начали отстраиваться от тех, кто не хотел купить лицензию. То есть, в действительности, такой момент очень сильно отстраивал нашу клиентскую аудиторию. Те, кто экономили на спичках, а стоимость лицензии в рамках всего проекта, она, на самом деле, крайне небольшая. И те, кто говорили, ну а зачем мы можем там сэкономить совсем чуть-чуть, как правило, они, на самом деле, и дальше начинали, так скажем, быть невыгодным клиентом, и это повлияло на нас сильно в плюс. Стабильное качество, потому что объективно, когда вы находитесь в партнерстве с брендом, вот в нашем случае с софтверным вендором, у вас появляется более стабильный уровень качества, и вы, опять же, получаете более хорошие отзывы, интересное сарафанное радио и так далее. В 2010 году мы после совершенных двух поворотов добили переход на такую высокоценовую стратегию тем, что мы заняли хорошие места в рейтингах, начали участвовать в конкурсах, получать призы. Это дает признание в профессиональном сообществе, это в любом случае идет расширение клиентской базы, потому что мы, как региональная компания, и не могли смотреть на иногородних, иностранных заказчиков до того момента, когда у нас не было каких-то подтверждений наших компетенций. Это здорово нам сыграло, по крайней мере, в том числе и в уверенности в себе. В том же 2010 году мы начали как-то более-менее осмысленно заниматься пиаром. Тоже, кстати говоря, вспоминаю Bittrex, потому что Bittrex были той компанией, которые дали нам возможность провести крупные мероприятия. Мы что-то делали, но постоянно как-то боялись. А первая формула сайта, она собрала, по-моему, 300 человек. Это было для нас вообще как бы непривычно, как нырнуть в прорубь, но оказалось, что это все не так страшно, и в целом это работает. И, конечно же, сложные услуги надо объяснять, и в сложных услугах одноходовки, они, наверное, не работают, потому что просто дать рекламу, приходите к нам и отдайте огромное количество денег за очень такую сложно объяснимую услугу, ну, вряд ли это сработает. В нашем случае это точно не работает. Перейдем, собственно, к алгоритму, который удалось сконструировать на основании вот этого опыта. Ну, прежде всего, это качественная услуга. То есть, если планируется играть в долгую, то, безусловно, нужно делать качественную услугу, и кроме вот этого первого шага, если вы его не сделали, дальше идти бессмысленно. Более того, если вы делаете некачественную услугу и продаете ее дорого, это, наверное, из разряда уже какого-то мошенничества или аферизма. То есть, если вы хотите продавать дорого, бывает, конечно, и по-другому, когда качественная услуга продается там не очень дорого или даже дешево, но дорого можно продавать только качественную услугу. Очень важный момент управления ожиданиями. В услуговом бизнесе это особенно ясно, потому что качество, оно субъективно. Есть некие объективные критерии. Я верю, например, что те же сайты и корпоративные порталы, у них есть определенные качественные характеристики, например, скорость загрузки страницы, юзабилити и так далее. Какие-то вещи, то, что можно сделать в два клика или в три клика. То есть, есть некие объективные параметры. Но все равно, если говорить по-честному, все это происходит через призму клиента, через призму его ожиданий. И очень важно быть откровенным, очень важно быть искренним и настраивать своего клиента на то, что он действительно получит. То есть, будет очень легко продать, наобещав ему золотых гор, но основная проблема будет в том, что он, конечно же, не будет этим удовлетворен. Более того, мы тоже попадали в эту ловушку, когда управление ожиданиями, вот в нашем случае, мы делали качественную услугу, но клиент ожидал еще большего. То есть, он ожидал, что будет вообще какое-то волшебство. И чудо произойдет. А чудо не происходило. И мы поняли, что так нельзя. То есть, гораздо правдивее клиенту рассказать о том, какие опасности могут быть на пути. Тем более, что вот та же цифровая история, она в большинстве бизнесов не остается на уровне только цифры, только нашей работы. То есть, зачастую есть еще элемент оффлайна, зачастую есть элемент непредсказуемости вообще среды в целом. И поэтому управлять ожиданиями очень важно. Мы еще любим и превосходить ожидания. То есть, когда мы грамотно объясним все риски, все нюансы, но сделаем все-таки чуть больше, чем обещали, это на самом деле приятно и круто. И если это происходит системно, то, соответственно, у вас появляется некое реноме. Третьим шагом является пиар и самооценка. Самооценку я тоже вывел в эту категорию, просто по причине того, что самооценка – это то, что помогает вам продавать, если вы сами не верите в себя, то, пожалуй, вам уже ничего не поможет. Нужно продавать красиво, что я имею в виду. В каждом виде бизнеса это на самом деле по-разному происходит. Все мы видели в автосалонах специализированные стенды, где машины перевязаны бантиками и так далее. В услугу бизнеса бантиком услугу не перевяжешь, но нужно действовать ненавязчиво, нужно действовать интересно, желательно придумывать какие-то многоходовки. То есть мы никогда не звонили через колл-центры, и, на мой взгляд, продавать дорого через колл-центры невозможно. То есть для того, чтобы продавать дорого, в идеале, чтобы к вам обратились. То есть не вы навязывали свои услуги, а вы сделали ряд шагов, которые в конечном итоге ведут к вам. продавать результат. Ну, тоже вроде бы банальная вещь, но очень важно клиенту продавать будущие деньги, либо экономию денег. Если у вас есть возможность рассчитать коэффициент возврата инвестиций, то это будет замечательно. В услуговом бизнесе это очень важно, но даже, как известно, в товарах это тоже так. Есть классический пример, когда говорят о том, что вы продаете не дрель, а дырки в стене. То есть дрель сама по себе обычному частнику не нужна. Ему нужны дырки в стене. И это нужно тоже объяснять, и нужно понимать, что на самом деле нужно заказчику. То есть когда вы продаете результат, в том числе это заставляет вас прокоммуницировать, проанализировать заказчика, потому что иногда ему надо совсем не то, что вы ему делаете. И это проблема. И, соответственно, нужно и самим собой, и с клиентом договориться, что же вы ему продаете. И, безусловно, если это будет результат измеримый, это будет круче всего. Следующий пункт — продавать процесс. Может быть, это будет не совсем понятно, но на самом деле как раз вот сейчас, по-моему, или следующий доклад в другом потоке Сергея Вострикова про agile, это вот как раз про это. То, что очень близко нам. Мало продать дорого, и у нас такое случалось на протяжении нескольких месяцев, страшно сказать даже лет, мы продавали дорого и работали себе в убыток. Просто потому, что мы хотели сделать качественный продукт, мы пытались управлять ожиданиями, но это не всегда получалось, а процесс мы продавали неграмотно. И процесс тоже надо продавать, прозрачность, она должна быть. То есть в целом заказчик должен понимать, что вы делаете, зачем вы это делаете, и сколько это стоит. То есть в нашем айтишном мире есть такое понятие, как time and material, и на западе к нему уже давно привыкли, у нас привыкают с большим трудом, хотя та же фирма 1С, которая 1С предприятие, они очень много сделали с помощью своих франчизе, и все понимают, что есть почасовая оплата, что час должен стоить 2000 рублей, например, и то, что нужно за это платить. Поэтому процесс продавать тоже нужно, в услугах особенно, но даже и в товарах можно какие-то аналогии привести, которые связаны, например, с экопродуктами, когда вместе с продуктом у вас идет видеоролик, как счастливо, например, были курицы, которые снесли эти яйца, и что настолько было им классно, и они бегали по зеленой траве. Но это вот тоже вы, по сути дела, не только продукт, но и процесс как бы продаете. И яйца на вид, они же ничем не отличаются, но, условно говоря, история, процесс, он у экопродукта, он интереснее. Вы можете заплатить, ну, в той же Европе или Америке, там иногда до 10 раз за один и тот же продукт платится больше, потому что вот это экопродукт, и потому что куры были счастливы. Соответственно, у нас еще проще, потому что у нас не куры, у нас программисты, дизайнеры, они должны быть счастливы. И в этом смысле это очень важно объяснить заказчику. Мы пользуемся в том числе таким аргументом, когда, например, у нас просят скидок на следующие проекты, мы говорим о том, что, ну, вот смотрите, если бы мы были в вашем штате, то за то, что мы сделали все так классно, скорее всего, вы выписали бы нам премию, да, то есть, может быть, там поговорили бы о том, чтобы вы нам повысили зарплату. А вот как бы мы, так как вот юридические лица, у нас отношения идут между собой, да, у нас получается так, что на самом деле вы просите скидки. Это ненормально. И зачастую это работает, потому что, ну, это справедливо. Просто нужно уметь это доносить. Если определенная работа требует переработок, нужно уметь и не бояться это продавать. В противном случае вы просто будете работать себе в минус, и то, что вы продаете дорого, вам не поможет. Ну, седьмой шаг, он состоит вот как бы из трех составляющих. В принципе, Сергей Востриков как раз рассказывал на примере Bittrex 24 про upsell и cross-sale, да. То есть, объективно, LTV — это действительно очень важная вещь. Мы вот, например, средний срок работы с клиентом у нас больше семи лет, и мы считаем, что это очень важно, потому что найти партнера нелегко и с той, и с другой стороны. Но когда уровень доверия появляется, то опять же вы можете оказывать услуги с какими-то, ну, так скажем, премиальными, да, и будет очень здорово, и клиенту очень полезно, если вы будете еще заниматься как бы cross-sale, да, то есть решать его какие-то смежные задачи, это все, ну, как бы абсолютно правильно и нужно. Вот, ну и, соответственно, подлежащий камень вода в принципе не течет, вот, и поэтому продажи — это некая активная жизненная позиция, которую нужно принять и ее как бы исповедовать. Если выделять главную мысль, то, наверное, это все-таки управление ожиданиями. То есть, вот, на мой взгляд, это самое важное, потому что вот на этом моменте как раз очень много стратегий и эти стратегии просто не идут именно из-за ожиданий. Так, вопросы, наверное, если они пришли на Bittrex.conf, я задам себе сам. Вот, соответственно, еще хотелось ну, как бы рассказать о том моменте, что вот может показаться с точки зрения клиентской, что я рассказываю немножечко такие жесткие моменты, в том числе немножечко людоедские, то, что вот надо повышать цены, клиенту как бы придется платить больше и так далее, и так далее. На самом деле вот самое парадоксальное заключается в том, что клиенту выгодно на самом деле покупать у вас дороже, если вот те семь шагов, которые обозначены в презентации, они все выполняются. потому что он объективно получает более качественную услугу, он объективно получает то, что ему нужно, да, и экономия на вот тех нюансах, которые вы в принципе могли бы, например, осуществить, продав ему дешевле, зачастую клиенту не нужна. В этом смысле, если там продуктовую линейку брать, в этом как раз и феномен тех же айфонов, которые вообще никак не конкурировали с Nokia, которые стоили, во-первых, в несколько раз дешевле, во-вторых, целая линейка продуктов была как бы на любой вкус и цвет и кошелек, но тем не менее айфон порвал рынок, потому что они дали именно что-то качественно иное. Вот, поэтому вот на этом примере я считаю, что вполне можно действовать. Наверное, это не для всех действует, да, вот, но в целом такой вот алгоритм, который удалось сконструировать. Вот, приложение задает вопрос, что мы теперь будем делать с учетом того, что Bittrex представил Bittrex24 сайты. Вот, я сам, если честно, теперь не знаю, да, вот, но если там кроме шуток, то по сути дела, я думаю, что это очень здорово, потому что мы забивали микроскопом гвозди иногда, ну, то есть объективно Bittrex сейчас создал инструмент, который позволяет очень легко создать лендинг, который раньше нормальным образом сделать было нельзя. Вот, то есть сейчас мы это можем сконструировать вместе с клиентом, ну, я думаю, что можем, потому что продукт мы по-честному о нем узнали тоже вместе с вами здесь. Вот, но я думаю, что для всех будет только лучше и наша техническая экспертиза, она будет по-прежнему, я думаю, востребована, просто мы не будем стрелять из пушки по воробьям, и мы будем делать именно то, что по-настоящему будет интересно, по-настоящему нужно, а вот какие-то простые вещи, они будут автоматизированы, хотя эта автоматизация, она тоже является, так скажем, ну, ограниченной, да, то есть для того, чтобы сделать этот сайт, все равно крайне желательно использовать как минимум консультантов, чтобы вот этот лендинг наиболее грамотно сделать, просто вот на лендинг не нужны будут программисты, это вот очевидно, хотя я думаю, что сама экосистема, она в принципе может вырасти, потому что как раз был анонс про и решение партнеров и так далее, и так далее, то есть сейчас это такой vix.com от Bittrex, да, встроенный, вот, а через некоторое время это вполне возможно, что вырастет очень-очень неплохой конструктор, и, ну, будет здорово, что можно будет все делать гораздо быстрее, и так, ну, больше вопросов вы не задаете, вот, поэтому я, наверное, плавно, ну, то есть заканчиваю свой доклад, Продолжение следует...